Улица Солянка, час пик. Человек в оранжевом одеянии хватает за руку буквально каждого. И вот уже первая жертва. А это Тверская. Схема та же. Жмёт руку, надевает браслет и требует деньги. Людей в оранжевом, выдающих себя за буддийских монахов, можно встретить не только в Москве. Нью-Йорк и Торонто, Париж и Минск. Вот так доверчивых туристов обманывают в Гонконге. Эти парни лжемонахи. А это уже Лондон. Прохожие уличили попрошайку в обмане. Ты не можешь носить эту одежду. Разве ты не знаешь? Поменяй одежду. Тебе нельзя этого делать. Специалисты признают, одежда лжемонахов похожа на настоящую, но выдают детали. Эти обереги, которые здесь, это очень странные какие-то истории. И такие большие, чёткие. К буддизму это не имеет никакого отношения, однозначно. Хотя куда важнее нарушение главных заповедей. В буддийской практике монахи не просто могут, а даже обязаны принимать подарки, если не сделаны из лучших побуждений и не связаны с криминалом. Но откровенно навязываться людям и выпрашивать деньги настоящий монах, конечно, не будет. И, скорее всего, перед вами просто обычный мошенник. Кто эти люди, остаётся только гадать. Возможно, действительно иностранцы или россияне, прикидывающиеся, что не знают родного языка. В любом случае, преступный бизнес хорошо организован. Разрабатывается, пишется определённая стратегия. Мы печатаем в Китае вот эти микробраслеты. Стоимость их 1 рубль. Но за этот браслет ты можешь выцегонить 100 рублей. У них есть бизнес-план. Это называется незаконная торговля, несанкционная. Если это гражданин другой страны, за нарушение законодательства он высылается. Заработок на нищих – традиционное занятие для этнических группировок. Методы обмана похожи. Вот и сейчас, вроде иностранец, а слова знакомые. Я приехал из Тайваня, монах из Китая не получилось, хочу вернуться без денег. Ставка на психологию работает безотказно. В итоге отдают даже последние деньги. Он просто надел браслет и очень странно себя вёл, просил деньги. В курсе, что это новое мошенничество такое в Москве? Да. 2000 рублей. Вот за это. Но взяли, по сути, две. Да, но она же не будет обман. Только сколько раз люди кричали. В центре столицы эти мошенники работают уже несколько недель. Однако, по нашим данным, ни одного дела против них полиция пока не возбудила.